Это первый объем к следующему докладу. Газмирный объем работы нашего отделения представлен на слайде. Это данные за 2019-й, до календы, чтобы иметь представление отделения. За резервный период в условиях хирургического отделения было пролечено 472 пациента с кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, неевоекозной теологии. Первое место в структуре с большим отрывом занимает язвенное кровотечение, это половина наблюдений. Второе место занимает синдром Харивейса, это 37,3% наблюдений. Далее идут неразильные поражения различных локализаций. Заболеваемость язвенным кровотечением в Белорецком районе Республики Башкортостан не имеет тенденции к снижению и остается на стабильном уровне, оставляя чуть более 20 случаев на 100 тысяч населения. За анализированный период в хирургическом отделении было пролечено 240 пациентов с язвами и кровотечениями. По нашим данным, мужчины болеют чаще женщины в соотношении 3-1. Половина наблюдений пришлось на возрастной период от 40 до 60 лет. Средний возраст составил 54 года. Обращая на себя внимание позднюю обращаемость, почти половина обратились за медицинской помощью более чем через сутки от момента начала заболевания. Всего лишь 22% обратились в первые 6 часов от момента заболевания. Наиболее частным симптомом, по нашим наблюдениям, является медленно. Наблюдалось у 78% пациентов. Работа свежей или измененной крови встречалась в половине случаев. Практически у каждого пятого пациента был эпизод коллапса. Из анонсов удалось выяснить, что 34% пациентов находятся на респонсированном учете по поводу язвенной болезни. А 23% связывали свое заболевание с употреблением алкоголя. У 40% пациентов удалось выявить четкую связь заболевания с приемом истеролика противоисполитных препаратов или антикерметов. Всем пациентам в ближайшие часы от момента поступления наполнялась диагностическая гастроскопия. Как правило, в ближайшие 2 часа от момента поступления за ветром исключения. Стоит отметить, что врач-эстропис дежурит на дому. Почти в 90% случаев удалось поперлизовать источник кровотечения при первичном осмотре. Эндоскопический гемостаз заболевания не проводился по причине отсутствия оборудования. Степень гемостаза в язве описывали с помощью классификации оборудования. Наиболее часто встречались язвы с уровнем кровотечения 2b и 20b по форосту. Кровоточащие язвы чаще локализовали в желудке. Наиболее часто локализация – это малая кривизна и антральный отдел желудка. Кровотечение чаще развивалось из хронических язв. Это 76,7% случаев. 29% поражения растило множественный характер. Помимо консервативной терапии, методом выбора была хирургическая операция. Показания к хирургическому лечению были продолжающиеся артериальные кровотечения из язвы, высокий риск рецидива кровотечения из хронической язвы и рецидив кровотечения стациональной. Всего было проберено 55 пациентов. Оперативная активность составила на 22,9%. Из них 41 пациент был проберен по экстренным показаниям на высоте рецидива и 14 пациентов по срочным показаниям в случае высокого риска рецидива кровотечения. Наиболее часто выполнялось при желании язвы. 74,5% случаев. Послеоперационная летальность составила 20%. Причем это показатель после экстренных операций на высоте рецидива выше 26,8%. После срочных операций по поводу высокого риска развития рецидива летальных исходов не наблюдалось. Летальность в общей группе составила 6,3%. При язву желудка летальность несколько выше составляла 8,4%. А при язву над сперзкой кишки 4,4%. Рецидив кровотечения произошел у 52 пациентов, что составило 21,7%. Обращает на себя внимание значительная разница показателя летальности в группе пациентов с рецидивным течением из-за понимания. Летальность в этой группе составила 26,9%. А в группе без рецидивного течения летальность составила 0,5%. Таким образом, риск развития летального исхода после рецидива кровотечения возрастал более чем 60%. Выполнен статистический анализ, который позволил выявить критерии, оказывающие влияние на наступление рецидивного течения. Эти критерии общеизвестны. Клинические и лабораторные критерии – это шовровый индекс, количество литроцитов, общего белка и меньшинственной крови. Статистическая значимость и пороговые значения представлены на сцене. Эндоскопические критерии – это локализация язвы по молоке и визне желудка и задней стенке и над сперстной тяжки. А также уровень гемостаза 2А, 2С и 3УФОРСТ. Статистическая значимость, так же представлены на слайде. В результате анализ заболевания были сделаны следующие выводы. Заболеваемость язвами кровотечениями не имеет тенденции к снижению, оставаясь на стабильном уровне. В рецидивном течении остается одной из основных проблем в лечении таких пациентов. Увеличенный риск летального исхода в десятки раз. Частота рецидива достаточно высока – 21,7% по нашим наблюдениям. Экстренные оперативные вмешательства, предпринимаемые на высоте рецидива, имеют неудовлетворительные результаты лечения. И высокого после рецидивного летальности – 26,8% по нашим наблюдениям. Срочная операция у пациентов с высоким риском имеет лучшие результаты. По нашим данным, основными критериями, имеющими связь с наступлением рецидивного кровотечения, являются шоковый индекс, количество ретроцитов, общего белка и мочевидной крови. А также локализация язв по малой кривизне желудка и задней стенке 12-перстной кишки. И эндотипы 2А, 2Ц и 3 по форосту. И состояние материально-технической базы и кадровой обеспеченности районных больниц по-прежнему остается неудовлетворительным. В то время как в некоторых городских больницах осуществляется гемостаз с помощью рентген-эндовоскулярных методов, во многих районных больницах нет возможности выполнять даже эндоскопическую гемостазу. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое за честное видение представленной ситуации, которая складывается в районных больницах. Вот то, о чем мы все время говорили. Дело в том, что я даже боюсь спрашивать, вот вы говорите, нет оборудования. А вы обращались к главному пирожгу, к администрации? Конечно, человек обращался. Конечно, он все это прекрасно понимает. Так вот, до тех пор, пока мы должны очень активно работать с нашими потребителями. А кто наши потребители? Это хирурги, прежде всего, онкологи, гастентерологи и так далее. Если бы не уважаемый эндоскопист ходил к главному врачу, требовавому, чтобы купили легатор, лепатор и так далее, а ходил бы главный герой, наверное, результат был бы другой. Понимаете, почему он потом стал? Страшно слышать, когда в районной больнице, в наше время, доктор эндоскопист говорит, у меня в районной больнице, которая обслуживает, обратили внимание, 100 тысяч населения, это не 10, это не силой, это 100 тысяч населения. Говорит, у меня нет возможности остановить кровотечение. Чья это проблема? Это проблема не эндоскопитель. А именно проблема руководства и, прежде всего, главного хирурга. И поэтому там, где есть, вот мне кажется, тесный контакт между главными, то есть с главными специалистами эндоскописта, тогда это все идет в норме. Поэтому очень часто мы говорим...